Мир вам, братья и сёстры, христиане! Христиане, не слушайте клоунов. Такова сегодняшняя тема проповеди. Я имею в виду клоунов-проповедников, которые ведут себя как клоуны, ведут себя как артисты, сатиры и юмора. Мы читаем Слово Божие. «Ибо будет время, когда здравые учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые лестили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. А также облуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас как прилично святым. Также сквернословие, пустословие и смехотворство неприлично вам, а напротив благодарение». И ещё. «Зато жен их одам другим, поля их иным владетелям, потому что все они от малого до большого предались крестолюбии от пророка до священника. Все действуют лживо и врачуют рану дочери народа моего легкомысленно, говоря «Мир, мир, а мира нет». А также «Ходите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок, путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Вопрос спасения — это очень важный вопрос, это самый важный вопрос в жизни человека. Бог наш является Богом порядка и Богом точности. Враг же, он наоборот пытается извратить истину, он пытается расшатать её разного рода смехотворством, легкомысленным поведением. Вы помните, как кто, возможно, был ещё в мире, как пытался враг вообще ослабить, развратить это общество в 50-х, 60-х годах, так называемая вот эта блудная революция, что было. И многое, что тогда показывали братья и сёстры, это было именно показано в духе легкомыслия. То есть даже женщина легкомысленно ведёт себя легкомысленно, смеётся, флиртует и в конце концов совершает непосредственно уже блуд или прелюбодяние. Понимаете, в такой легкомысленной смехотворной форме, в шуточной форме. И это переходит уже, например, в грех любодеяния, прелюбодеяния. Вот как внедрялась вот эта гадость, особенно молодым людям, да и не только, вот этот разврат. чтобы можно, скажем так, искривить или испортить истину просто в наглой форме, просто взять и её извратить. А можно просто в такой шуточной форме сказать, вот это шутка. И тоже результат будет похож, братья и сёстры, похож. Вы должны понимать, что если человек ведёт себя, я назову сейчас, и внешние, и, можно сказать, такие внутренние признаки вот этих проповедников, которых можно отнести к клоунам, очень рекомендовал бы вам посмотреть проповедь «28 признаков лжеучителей». Ссылка будет ниже, на канале «Любящий истин». То есть, видите, раны народа моего врачуют легкомысленно, дух вот этого смехотворства. И вы слушаете этих людей, даже ещё не вникая в то, что они говорят, по их внешнему виду, по их поведению, уже видно, что это люди несерьёзные. Порядок, он требует большой серьёзности. Там, где, например, высокие технологии, берут, как правило, наиболее таких ответственных, серьёзных людей на эту работу. Если человек легкомысленный, его на такую работу не возьмёт, даже если он пытается хорошо сделать, даже если он человек в целом неплохой, но он не ответственный человек, не серьёзный, не такой точный, щепетильный. Почему, например, я в Украине живу, когда-то помню ещё в будущем Советском Союзе, несмотря на то, что всё как бы советское самое лучшее, считалось, была такая пропаганда, но тем не менее, даже уже тогда, уже тогда проникали иномарки, а когда уже открылся железный занавес, когда уже там перестройка была и так далее, всё больше, больше, больше начали завезти машины и более всего отличались качеством немецкие и японские автомобили. Почему? Потому что там очень серьёзный ответственный подход, очень большой уровень такой пунктуальности, точности. Чем особо даже отличаются, например, немцы? И возьмём, как даже дело в Советском Союзе. Часть, скажем так, на пяную голову, спеша, не было того уровня ответственности, серьёзно. А сегодня ещё больше, я бы так сказал, вот даже помню, там, лет 30 назад и сейчас, то сейчас люди ещё более легкомысленно себя ведут, нежели тогда. Даже человек, ещё раз говорю, даже если человек пытается сделать хорошо и неплохой человек, но он действует, и вообще образ жизни его не является серьёзным человеком, то он не сможет сделать особо качественно ту или иную, например, там, продукцию, если он не является серьёзным человеком, по крайней мере, хотя бы в этой области. Если и в целом человек является серьёзным, то, как правило, и в той или иной области он будет вести себя ответственно и серьёзно. И вот почему-то многие христиане полюбили особо, и это преобладающее большинство таких проповедников-артистов, понимаете? Вот как и написано, они листят слуху. Они, как правило, не обличают, они говорят особо там или о грехе, или особо конкретно о грехе. Они говорят там много о любви, о каких-то там других темах, о пробуждении, о благословении, о процветании и так далее, братья и сестры. Отвлекая вас от истины, фактически, и сами ведут себя чрезмерно легкомысленно. Знаете, это уже признак того, что нельзя этого человека слушать. Это уже не Божий проповедник. Вы смотрите по Слову Божьему. Вот если бы вы хотели свой род такой портрет, не вот как на иконах рисуют, а просто портрет Иисуса Христа по тех местах в Списании, что написано о Нём. То есть какой образ Христа? Это очень такой ответственный, можно сказать, наш Господь, будучи на земле, Он вёл себя как очень ответственный, серьёзный человек. Но ничуть, не как какой-то, ну, легкомысленный, мы находили, что Он и плакал, Он даже с гневом смотрел. Но нигде мы находим, что Он как-то смеялся, Он как-то ввёл себя, как многие проповедники. А каждый христианин должен отображать Христа, особенно проповедники, пастыря церквей. Я назову такие внешние, сначала внешние, а потом внутренние признаки вот этих проповедников-клоунов. Одежда. Когда они одеты, например, там, футболку или куртка, или, возможно, даже буквально одежда его, как одежда клоуна, как, например, такой был Аделаджи-проповедник. Он просто одевался как клоун. Разноцветная, вёл себя, очень похоже на поведение артиста сатиры и юмора, как клоун. То есть первая — одежда. Второе — шутки. То есть вот эти проповедники, они не раз себе разрешают шутить даже в проповедях. И, конечно, в повседневной жизни они себе это разрешают. Даже смех. Даже такое... Они смеются, они даже очень голосно могут это даже проявлять, вот этот смех и так далее. Улыбнуться человек может. Вот это реггет, да, вот это просто хохотание, вот и так далее, братья и сёстры, это не по-христиански. Тем более, если это проповедник. Часто идут такие мирские выражения в их проповеди. Прикольно, круто и тому подобное. Как один проповедник говорил следующее, что вот какой нас... Поймите, я просто назову это слово, чтобы вы просто понимали, но вот эти слова не надо повторять. Вот какой прикольный наш Иисус. То есть Он очень хочет вроде сказать, что какой Он чудный, какой Он прекрасен, но так и нужно сказать, а не называть вот эти мирские слова. Даже по отношению к Господу. И целый ряд других похожих слов. Очень часто они, вот эти проповедники, они очень такие, как поймите, жестокуляция, это нормально, когда идёт. Но они очень могут там размахивать руками, очень показывать, понимаете, там бегать по сцене, что-то там себя вести, какие-то там образы таким, понимаете. Нет. Проповедник должен быть сдержанным. И внутренние, и можно так назвать. То есть их видно даже внешне, но это идёт больше как бы изнутри уже. Они не раз говорят, это моё мнение такое. Так же они могут сказать, может, я и ошибаюсь. Поймите, проповедник, он говорит, должен говорить только то, в чём уверен, иначе молчи. Никогда вы не найдёте слово Божие, чтобы апостолы, то, что они писали, не говорят, что может, мы ошибаемся. Это тоже говорит о том, что это не проповедник от Бога уже. Или, по крайней мере, если он немножко заблуждается в этом, то ему нужно каяться. И ещё раз говорю, если не уверен, молчи. А если говоришь, ты должен говорить уверенно, потому что идёт вопрос вечной жизни. Ты сказал что-то неуверенно, но скорее всё это так, и человек это послушал, и в конце концов это ошибка, и человек пошёл в ад, потому что послушал твою проповедь. И так реализовал это в жизни. Третье. Нет преданности Слову Божьему и соответствия то, что он говорит со Словом Божьим. Ещё раз говорят, они могут просто многое говорить, но не сопоставлять это со Словом Божьим. Не формировать свой, говорит, ну вот я так думаю, у меня есть такой опыт, например. Но не говорит о том, что так учит Слово Божие. То есть нет такой тесной привязки Слово Божьим даже могут сказать следующее, что даже вот там некоторые учителя даже называют места списания, а я вам говорю, вот так действуйте. Нет, если они говорят уже какие-то места списания, это уже как бы первый признак того, что может люди иметь страх Божий. То есть ты должен назвать другие места списания, которые откроют полную картину и могут опровергнуть то, что они сказали, а не просто своё мнение ставить на веса с мнением другого человека, который опирается на Слово Божье. Поймите, даже дьявол спорит с Господом, написано, и Господь ему отвечал, написано, но оно уже в духе истины, открывая как бы полную картину, истину, мозаику. Таким образом. А есть просто, многие просто себе говорят, вот своё мнение и так далее, братья и сёстры, они не особо не пираются, не пытаются сформировать своё учение на Слово Божьем, своё мнение. И также, когда игнорируется Слово Божье. То есть некоторые даже говорят о том, что, ну это не Бога вдохновенно, единственники, есть такое течение, которое даёт водное крещение во имя Иисуса Христа, а не во имя Отца, Сына и Духа Истовы. И они говорят о том, что вот я слышу одного вот этого лжеучителя, что он говорил следующее, что, ну, Евангелие от Матвея, потому что именно там написано, что нужно крестить во имя Отца, Сына и Духа Святого. Оно, есть сомнения о его Боговдохновенности. То есть слушать его мнение и сомневаться в Евангелии от Матвея. Так и хочется сказать, а ты кто человек? Евангелие от Матвея написано Богом. Оно написано, оно подтверждённо. И как мы читаем, что будет Евангелие распространено по всей Вселенной, то, что в то время, в котором мы живём. Какое Евангелие распространено? Вот то, что мы имеем. Комментарии извращают комментарии, но текст во всех церквях одинаковый. Даже переводы классические, они достаточно неплохие. Именно это Евангелие, что мы имеем, это аминь. Не может Господь, братья и сёстры, дать нам Евангелие, которого не знают, или мало кто знает, и при этом спрашивать нас. Так Бог не действует. Второе, игнорирует Писание, путём, время-место я бы так назвал. Ну, это когда-то было сказано о мовении ног, это когда-то было сказано о покрывале, и это сказано коринфянским женщинам. Понимаете? Нет, всё, что написано и коринфянам, и евреям, колоссянам, все Евангелии, они к нам относятся. И что касается времени, что касается места, к нам. Иначе мы себя там многие не найдём. Вот фактически можно просто тогда сказать, ну, это не к нам тогда, наверное, Новый Завет, потому что там нет нашего селения, например, нашей поместной церкви и обращения к нам, послания к нам. Нет, есть места в Писании, где отчётливо говорит апостол Павел, что то послание, которое я вам послал, вы передаете другой церкви, а то, что с другой церкви, возьмите и себе тоже на вооружение. Всё Писание Бог вдохновенно полезно, особенно для нас актуален, братья и сёстры, Новый Завет. Новый Завет. Поэтому, ну, это не геенично, мы вене ног. А чуть ли написано, Господь сказал, и вы должны так делать. Всё. Что есть слова Иисуса и то, что написано, и какое-то мнение какого-то человека. Мнение человека, если он настоящий крестин, должно формироваться на основании Слова Божьего. Если даже понимал по-иному или жил по-иному, должен изменить своё мнение так, как написано в Слове Божьем. Клоуны идут в ад, если они не раскаются, вот эти проповедники. Слепой ведёт слепого, оба упадут в яму. Если вы будете слушать этих клоунов, вы тоже идёте в ад. И не верьте в эту утопию, что если сам человек, возможно, немножко себя ведёт легкомысленно, он немножко, может, такой весёлый человек, и вот такой, может, человек, он немножко там и шутит, ничего, но он говорит правду. Это утопия. Даже в том, что он ведёт себя уже легкомысленно по отношению, особенно, к такому серьёзному делу, самому важному делу, вопрос спасения, где небольшая ошибка может стоить для вас спасение вечной жизни, где вы проведёте свою жизнь. в аду, соответственно, в гиене огненной или небесном Иерусалиме. Это очень чрезмерно важный вопрос. Я знаю, что в повседневной жизни многие крестьяне намного более серьёзнее, например, на производстве, где они работают. Относятся к своей работе более ответственно. Но зато к вере в Бога, это как хобби у них, очень-очень легкомысленно, и слушают вот этих клоунов. Если вы реально, честно, перед собой честно хотите спасения, сразу поймите, клоуны, даже если кажется, на первый взгляд, что вроде неплохо и горят они, надо сразу в сторону отбросить. Иначе ад. Поймите это, братья и сестры. Аминь. Аминь.